Друзья дорогие, рад вас всех видеть Снова немножко в трепете Даже не немножко, а множко в трепете Тема, которую мне поручили братья Это влияние мира на наше мышление, на наше сознание Тема такая достаточно обширная, интересная Не знаю, насколько мне получится библейски ее изложить Сильно боялся, друзья, уклониться к философии В то же время здесь немало исторических фактов Примеров, которые нам придется разобрать Но все-таки опереться хочется на Слово Божие Поэтому тот, кто записывает, взяли тетрадки Давайте мы будем несколько текстов читать Которые будем держать в памяти Имея в виду, друзья, контекст нашей темы Влияние мира на наш разум, на наше сознание Первое послание Иоанна 2.16 Первое послание Иоанна 2.16 Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская Не есть от Отца, но от мира всего Послание Филиппийцам 3.19 Их конец погибель, их Бог чрево, их слава, их в сраме Они мыслят о земном Основной текст, друзья, которым мы будем руководствоваться Это послание Ефесянам 4 глава 17 по 20 стих Давайте, пожалуйста, медленно буду читать Внимательно послушайте 4 глава 17 по 20 текст Посему я говорю и заклинаю Господом Чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы По суетности ума своего Будучи помрачены в разуме Отчуждены от жизни Божией По причине их невежества И ожесточения сердца их Они, дойдя до бесчувствия, предались расфудству так Что делают всякую нечистоту с ненасытимостью Но вы не так познали Христа Друзья дорогие Вот у нас близится 1 сентября Школа Я всегда наблюдаю за родителями Ну и сам уже Сейчас у меня четвертый первоклассник пойдет в школу Вот И у меня всегда некоторое напряжение Оно, наверное, будет позже вам знакомо То есть, когда ребенок растет у тебя Постоянно на глазах Ты способен контролировать все его передвижения В принципе, он всегда Даже его круг общения, его друзей И вот наступает время, когда тебе просто надо его отдать В другую систему В мир И есть определенные переживания Я всегда молюсь горячо об этом Мы хорошую практику имеем Выводить детей вперед Ну не только детей Молодежь, подростков Да, уже те, которые идут в учебные заведения Чтобы Бог их сохранил Некоторые со слезами Некоторые действительно уже где-то в других странах Это и в нашей Организуют свои христианские школы Свои детские сады и так далее Для того, чтобы ребенок не соприкасался с миром Насколько это правильно, неправильно Я сейчас говорить не буду У меня есть по этому поводу свое мнение Но Что хочу сказать Так или иначе нам приходится Испытывать то время, когда все Мы уже как родители не подконтрольны Не можем контролировать детей во всем Да, и они сталкиваются с этим миром Друзья, подобное переживание было у Христа Он когда-то избрал из среды людей, учеников Которых три года наставлял Которыми ходил И потом ему надо их оставить Он их в конце говорит Мне надо уйти Будет Дух Святой Утешитель Который будет вас наставлять, учить Но мне надо уйти И он не просто уходит Он переживает за них Как будет дальше Друзья, молитва Штука хорошая Она очень важная Как-то я посвятил целый год изучению этой темы И понял, насколько это все-таки серьезное Средство для того, чтобы побеждать мир Но Давайте иметь в виду, друзья То, что Христос Не только молился за своих учеников Он делал что-то еще И вот В частности, теперь Когда он молится Он говорит такую фразу Не молю, чтобы ты Что? Взял их из мира Но сохранил от зла О чем идет речь? Друзья, ведь Христос Прекрасно знал Что зло, которое в этом мире Оно ополчится на учеников Он прекрасно знал Что, по сути, все Двенадцать Закончат Свою жизнь мученической смертью О каком зле идет речь? От чего надо было сохранить? От страданий? Или от чего-то другого? Друзья, в сегодняшней теме Я прибегну к одной схеме Которую Которую, в принципе Если кто-то был на семинаре По изменению характера Она ему знакома И мы будем Немножко на нее операции Рассуждать По сути Сейчас не знаю Если маркер не подведет Это единственное Что мы смогли найти Там едут, говорят, хорошие Друзья, примерно Это все схематично Как выглядит человек Центром его руководства Является Разум Это типа мозг Я нарисовал Можете нарисовать Но это не единственное Из чего человек состоит Многие ленятся Писать и рисовать Но это зря Будет практическая часть Которая вас заставит напрягаться Это не только То, из чего состоит человек У него еще есть область Которая называется Чувство То есть мы с вами Очень много чувствуем Переживаем Вот Внутри себя Ну кто-то это сердцем называет На самом деле Если библейское понятие сердца Оно включает в себе и разум И чувство Есть еще и желание Это не одно и то же Что чувство Вот это Тоже составляющая человека Он всегда что-то хочет У человека есть Четвертая Инстанция Которая называется Маркер подводит Воля Теперь смотрите Когда Человек Включает вот это дело Воля Как работает схема Обычно Ну суммарно У нас На волю давит разум Ну допустим Сегодня утром сказали Вы услышали Что пора просыпаться Да И ваш разум сказал Если не хочешь иметь проблем Там Ну а кто-то в принципе дисциплинирован Да Кого-то пришлось будить Не хочешь ехать домой То лучше встать вовремя То лучше встать вовремя И сделать все вовремя Или не хочешь остаться голодным Разум Сработал Причем Бывают Те люди У которых В принципе и желание У кого-то сегодня было Я слышу желание Встать в 4 утра Чтобы помыться в бане Вот они это сделали У них было желание Бывает в чувствах То же самое Но чаще всего Если говорить уже По ранней подъем То здесь противоречия То есть разум говорит надо Чувства говорят Не хочу Желания Соответственно тоже нет В чувствах И так далее И здесь есть определенная борьба Друзья Воля включает всегда Какое-то определенное Действие Давайте мы напишем Действие И уже после действия Мы пожинаем Ну так напишем Коротким словом Плод Да Плод нашего действия Я замечал Друзья О чем Кстати вам не видно Да Крайняя группа Вы в принципе Даже При всей Моему уважению К порядку Можете пересесть Мне сейчас важно Чтобы все меня слышали И видели Потом можно рассеяться На места Если вам удобнее Там по-моему Где-то есть свободные места Друзья Когда Человек Переживает Мучается Его чаще всего Интересует Вот эта составляющая Плоды Бог так определил Что если человек Поступает правильно У него Хорошие плоды в жизни У него семья устроена Дети нормальные И так далее А вся его жизнь Если он поступает Неправильно Соответственно Плоды здесь Он пожинает Плохие Но человек Который не знает Священного Писания Он к сожалению Не знает Всей вот этой цепочки Мы с вами прочитали Такие моменты Во-первых Все что в мире Похоть плоти Похоть очей Гордость житейская Друзья Тема греховности Очень обширная У меня конспект Часа на полтора Ну поэтому Коротко тезисно говорю Если кого-то интересует То потом можем Отдельно поговорить Что говорит Писание Что человек В момент грехопадения Был поражен грехом То есть У него теперь в разуме Мы прочитали Несколько текстов Здесь живет Его гордое я У него в чувствах Живет Гордое я Это такая я у меня В желаниях Тоже живет Гордое я Вот и все По сути Лукавое сердце Человеческое И крайне испорчено Еще раз говорю Сердце Писание Включается Все эти области И желания И разум И чувства Лукавое И человек Который Не познал Христа По сути Христос Когда пришел Сказал Кто хочет Идти за мной Что сделать Себя отвергаешь И следуешь за мной И это процесс Ежедневный К сожалению У нас почему-то В синодальном Нет этого слова В подлиннике есть Кто хочет Бери свой крест Ежедневно То есть убивай Свое я Человек неверующий Этого Друзья Вот Но это можно долго Опять же обосновывать Говорит Человек неверующий Он в принципе По-другому жить не может Он живет И у него У него на троне Всегда будет сидеть Его Вот это типа трон Его гордое я Все И он будет утверждать себя Он по-другому не может И даже когда он совершает Хорошие какие-то поступки Делает хорошие дела Легко проследить Он может Гоняться за славой Он может просто Зарабатывать деньги И даже вот знаете Я сейчас последнюю проповедь У нас в воскресенье Вот это говорил Я прослеживал себя Мы иногда как проповедники В принципе клоним к тому Что тебе выгодно так поступать Ну допустим Мы говорим о прощении Да Вот ты не прощаешь И человеческая психология Она куда клонит Ну Ты Взял себя в плен Ты находишь Ты сам мучаешься Прости этого Отпусти этого человека Тебе самому легче будет То есть Опять же Вся мотивация Это Это основано на себе Христос просто сказал Кто Прощать не будет Тому не проститься И все Себя отвергай Почему Потому что я так сказал Вот он Он вообще к нашему я сильно Хотя Тот человек Который поступает По слову Божьему Он автоматически Будет пожинать Хорошие плоды Но Так или иначе Друзья Человек Который Живет в мире У него на троне Будет его Греховное я Теперь друзья Нам С вами Надо несколько Моментов Рассмотреть Вот смотрите Мы с вами прочитали текст Апостол Павел Говорит Что будучи Помрачены В разуме Они делают Всякую Нечистоту С ненасытимостью То есть Он говорит Что Вот эта область У людей Неверующих Забита Как раз Неправильной информацией Помрачены То есть Здесь Есть определенный Хаос Я думаю Вы может Встречали Людей Мы еще Будем подробно Об этом Говорить Когда нету Системы Ценностей Ни на что Опереться Они Детей Воспитывают На глазок Они И сами Так Растут Не знают Как поступать Почему Потому что Не знают Слово Божье Есть еще Тексты Да Апостол говорит Вы не так Познали Христа Ну и так далее Которые мы Сейчас Читали Теперь Друзья Что Хочется Сказать Вот эти Три Основные Проблемы Человека Который Не знает Бога Это первое Можете себе Записывать Это то что Мы с вами Написали Врожденный Эгоизм Первая Проблема Врожденный Эгоизм Причем Не скажу Что это Проблема Неверующих Это проблема И верующих И неверующих С покаянием Наша греховная Сущность Никуда не уходит Она продолжает Жить Единственное Что у нас С вами Есть сила Есть средство Своё я Отвергать Его убивать Для того Чтобы на троне Нашего сердца Сидел Христос И тогда В жизни Водворяется Определенный порядок Так или иначе Это будет оказывать Воздействие На наше поведение И будет Приводить в порядок Следующий Друзья Проблема Человека Неверующего У него Ложные авторитеты То есть Его разум Забит Информацией Которые Он считает Авторитетной Но к сожалению То что Сегодня считает Авторитетным Завтра опровергает На это у него Уходит всю жизнь Ложные авторитеты Это то что Забивает его Сознание Ложные авторитеты У всех Они тоже Разные И Третья проблема Это неправильное Мировоззрение Я Не знаю Мы где-то На каком-то Семинаре Мы Подобную схему Рисовали Да Тоже Один из братьев Он Это в круг Обвел Вот Помните Наверное Потом Следующая У нас идет Мировоззрение Да Не буду Мировоззрение Вот Следующее Взаимоотношения И Следующая Волна Такая Это уже Как раз Поведение То есть Все Исходит Отсюда В зависимости От того Кто Для человека Является Авторитет Кто на троне Его сердца От этого Рождается Его поведение Друзья Давайте Попробуем Проследить Я хочу Чтобы мы Все поняли Как данная Схема Работает В практической Жизни Ну Несколько Сначала Библейских Примеров Потом Может Вернемся К нашей Практической Жизни Допустим Писание Говорит Апостол Петр Приходит В Антиохию Послание Галатам И у него Там проблема Какая проблема Он начинает Уклоняться От того Чтобы кушать с язычниками Как Павел Ее решает Смотрите Он получает Обличение Плод Своего поведения Обличение Но это не только Да То есть он Реально создает конфликт Павел Павел ему Говорит Ты Снова Разрушаешь То что Созидал Да Сам себя Делаешь Преступником Там такие Слова Но Петр К сожалению Всю жизнь Вот в это Вот место В разум Ему Забивали С самого детства Что язычники Это мерзость С которыми Есть Нельзя Не только Есть Вообще Общаться Да А есть Это уже Крайняя точка И в связи С тем Что В разум Петра Поступала Всю жизнь Неправильная Информация У него Сформировались Определенные Чувства По отношению К язычникам И сформировались Соответственно Желания То есть Он теперь Сидит за столом И у него Желание какое Уйти оттуда Сбежать И все Это надавило На волю Он среагировал И получил Плод Что теперь Делает Павел Он ему берет И вот эту ложную Информацию Заменяет библейской Он говорит То что Бог Принимает всех Ты почему Этим поведением Ты себя делаешь Ты говоришь Как будто Жертвы Христа Недостаточно Для спасения Тогда скажи Чего еще Им не хватает Для того Чтобы ты мог С ними кушать И так далее Друзья Некоторые Моменты Что еще Ну допустим Я посмотрел Пример Асафа 72 Псалом Он говорит О своих чувствах Во-первых Он говорит Что там Внутри закипело Я напрасно Очищал сердце То есть там Помните Я не буду сейчас Читать весь этот Псалом Начались Такой Процесс брожения Реакция Нехорошая Позавидовал Безумно Желание Соответственно Оставить путь Господень И жить так же Как они На работе Человеческая Нету их Прочими людьми Не подвергаются Ударом И от того От жира Глаза И он Весь такой Весь такой Огорченный Опечаленный Как он Решает Эту проблему Да Он говорит Я захожу В освятилище И теперь То что у него До этого Было в разуме Они не ходят Они не работают Но у них все хорошо И в освятилище Бог начинает Расставлять у него В сознании Все на свои места Говорит Ты посмотри На их конец Потом посмотри На их путь Он там говорит На скользких путях Ты их поставил И так далее И все становится И вот тут У него меняется А мне благо Приближаться Господу И он успокаивается Взять Центр Средоточения Нашего поведения Это все таки Так и Бог устроил нас И сатана Это знает Является разум Какой еще пример Ну давайте Сегодня утром Подумал Неплохо бы нам Вспомнить про Еву Которая Гуляет по Эдемскому саду И в принципе Наслаждается жизнью В разум поступила Божественная информация От всякого дерева ешь От дерева познания Добра и зла Не ешь Все хорошо В гармонии Но тут В чувствах Желаниях Все хорошо Воля соответственно Работает Получает благословение От общения с Богом Поступает В ее сознание В которое было В принципе Божьим Все нормально Информация С Извне От дьявола Кто-то правильно сказал Ошибкой Евы Было не то Что она взяла Плод Это уже результат Ошибкой Евы Было то Что она стала Слушать дьявола И он потихоньку И говорит Нет не умрете То есть он говорит Бог вас обманул На самом деле он не хочет Чтобы вы стали Как боги И если вы возьмете Вы будете Как боги Он начинает Говорить ложь В чувствах Богу Евы Недовольство Что-то от нас скрыли Нам не додали Вот В желаниях Взять запретный плод Все это надавило На волю Вот Вас наверное Когда-то угнетало Что вот эту вот часть Бог оставил Священной И никогда никого Никого не принуждает Дает человеку Право выбора Свободную волю Мне иногда так хотелось Чтобы Бог взял меня И подчинил себе Но он этого Никогда делать не будет Соответственно Действия И плоды этого действия Пожинаем мы По сегодняшний день Взять Практические примеры Ну Какие Можно рассмотреть Я Может ближе к молодежи Человек живет Как плод Человек живет Постоянно в долгах Это как плод Как результат Всем знакомо Нет У кого там Они еще Десятками тысяч Измеряются Вчера с братьями Беседу на эту тему Завели У кого 10 У кого 30 У кого 100 У кого 100 Уже кто-то под миллион Уже залез И так далее В чем Заключается проблема Зачастую Братья и сестры Человек Не сохранил Вот эту Область Которая Писание говорит Великое приобретение Быть благочестивым И довольным Не знаю В результате Следствия чего У всех по-разному У кого-то средства Масса информации У кого-то реклама Сработала Изобилие Что если Ты вот эту машину Купишь Или вот это возьмешь Или вот это Срочно тебе это надо И так Преподают эту информацию Что в чувствах У него Он уже видит себя За рулем Или видит себя На этих островах Или видит себя Таким деловым Он В чувствах Его я Подпитывается Желание Срочно купить Все это Давит на волю Лезет в кредит Занимает деньги И получает Соответствующие результаты Пора уже жениться У него Миллион висит Какие друзья Еще Сегодня поговорим Может быть О семье Сейчас пропущу Человек Давайте здесь остановимся Пойдем дальше Как пример Просто я хочу Проиллюстрировать У человека Нет желания Ходить на работу В принципе Всем нам оно Знакомое Теперь Я читаю Хорошую книгу Называется Зачем работать Может потом Как-нибудь отдельно Мы про нее поговорим И вот Автор Он в принципе Показал Проблема того Что люди Не хотят работать Ну в частности Он берет христиан Это опять же Говорит Неправильное мышление Человек Которому внушили Что работа Это в принципе Является проклятием Так или нет Следствие проклятия Теперь говорит Вчера мы Кстати у костра С одним из братьев Говорили и напомнил Бог ему сказал В поте лица твоего Будешь есть хлеб твой То есть это проклятие То есть человек В принципе создан Для того чтобы Отдыхать Не работать И вот человек С таким мышлением Относится о работе Как к проклятию Соответственно Утром ему не хочется Вставать Желания нету И он бедный Все у него давит На волю Для того чтобы не пойти Или что-то сделать такое Чтобы не работать А деньги получать Автор берет И эту мысль Кстати неправильную Ложную Которую У многих в голове сидит Ее разбивает Апостол Павел Пишет рабам Рабы под игом находящимся Служите Потому что вы служите Господу Христу И начинает расставлять Он говорит что Ваша работа Это поклонение Богу Ваша работа Господину Это служение Что Бог работал Когда создавал мир И написано Ухаживать за садом Человеку сказал Бог Еще до грехопадения То есть работа была До грехопадения Поэтому человек Не может быть счастлив Бог его связал С работы Вы чувствуете нет Расставляет в голове Все по местам Молодежь реально Я читаю книги И вдруг утром просыпаюсь И мне хочется Пойти на работу Я понимаю Что для меня Не должно быть Большой разницы На работу Или на собрание И туда хочу И туда хочу И теперь Когда я Мое не хочет работать Я понимаю Что это я И я его Призван убивать Бог мне в этом помогает Потому что работа Это служение Моим ближним Это возможность Проявить свои таланты Которые Бог вложил И Бог с этим связал И правильно так жить Ну вот Друзья Несколько примеров Потом можно было бы Говорить о каких-то подробней Но у нас нет времени Теперь друзья Хломастеры не подъехали Да еще Я чувствую Он не доживет Ладно Теперь друзья Какие нам надо Факторы Особенно учесть Написано Что дьявол Про дьявол Описание Что говорит Что вообще Кстати Что значит Дьявол Само имя Или вот Лжец Или обманщик Да Помните Христос Евангелие от Анны Говорит Что он лжец Он отец лжи И когда говорит ложь Говорит свое Когда человек Слушает Источники Дьявольской информации По сути Он свой разум Забивает ей И его задача Он понимает Весь этот механизм Что он так работает Его задача Беспорядок Навести Вот в этой области Нашей жизни В нашем сознании И когда получается Соответственно Плоды Уже Человек будет пожинать Когда Здесь Дал место дьяволу Поэтому Я постал Павел Но это уже Тема завтрашнего дня Но мне придется Все-таки Перекликаться с ней Он говорит Что мы берем Всякое помышление И пленяем его В послушание Христу То есть Он как раз Тоже говорит О борьбе За эту область Человеческой Субстанции Да Какие друзья Методы Я помню Как-то На одном Благовестии Мы были В палатке И Зашли Ездили молодые люди По деревням В общем Занимались бизнесом Каким бизнесом Они покупали Подушки Матрасы Перо Потом В деревнях Но это все Валяется Где-то у кого-то Они забирают И куда-то Я так понял Сдают Продают И получают От этого доходы И вот Один из них Заходит Видит Нашу палатку Подушки Матрасы Перо У кого есть Перо Мы говорим Мы в принципе С другой целью Мы правда Арендовали домик Там Живем И Знаете Один из братьев Так быстро среагировал Так сидел за столом Берет Тут Евангелие И дает ему На Говорит Почитай Вот В принципе Для чего мы здесь И он отодвигает Вот так вот Как сейчас помню Лет 10 прошло И говорит У меня голова Не тем забита Когда он ушел Баптисты Они вообще Сразу Начинают Анализировать Чем забита Его голова Да Сразу Винни-Пуха Вспомни Голова Забита Пером Подушками И матрасом Вот Два метода Которые Дьявол Пользуется Для того Чтобы человека Погубить И для того Чтобы не только Жизнь его испортить А и вечность Его будущее Во-первых Это Написано Мы с вами Прочитали Осуетились В своих умствованиях То есть Навести здесь Такую суету Ему без разницы Чем вы займетесь Бизнесом Или еще чем-то Или начнете От новостей Не отлипать Или в политику Полезете Но Так чтобы Здесь Вот знаете Иногда В компьютере Набираешь что-то Пишешь Уже слово Написал А оно еще Не появляется Оно появляется Секунд через пять Ну или в телефоне Такое у меня бывает Это о чем говорить Есть здесь Компьютерчики То есть Или какой-то Вирус Или перегружено То есть Компьютер Вот эта операционка Она не успевает Обрабатывать информацию У нее там столько Команд Ненужных Плохих Говорят Надо почистить Чтобы Чтобы все было лучше И быстрее То же самое Примерно происходит У человека То есть К нему поступает Бог-то тоже Он пробивается сюда Он хочет человека спасти Вот Но К сожалению У человека Здесь такой хаос И в результате Такого хаоса Он и живет Это первое Второе Друзья Это просто Откровенная ложь Дьявол просто Лжет И забивает Свои столбы В сознании Человека Вот И у него Кстати Зачастую Это неплохо Получается Друзья Система Авторитетов Которая Формирует Мировоззрение Человека Это просто Надо записать Пишите Система Авторитетов Формирующая Мировоззрение Человека Ну Кто проходил В институте Философию Откуда человек Черпает ценность Давайте Первое Отмечаем Семья Все-таки Я решил Друзья Настановиться На этой Области Нашей жизни Я понимаю Что скорее всего Здесь Наверное Большая часть Людей Которые Воспитались В христианских Семьях Мне к сожалению Не посчастливилось Иметь такой Возможности Меня воспитывали Неверующие Родители Причем Пол жизни Мама Потом бабушка Потом папа Вот Поэтому каждый Вкладывал туда Что хотел Вот Я от этого До сих пор Мучаюсь Но Так или иначе Друзья Родители Это На самом деле Являются Ну Понимаем Самыми близкими И наверное Любой Какой бы он ни был Верующий Неверующий Он желает Своему чаду Самого лучшего И вот эти Основные годы жизни Которые Как сказать Не то что основные Которые Закладываются Да Наставь юношу В начале пути Он не уклонится Когда состареет То есть В него Начинают Вкладываться Определенные ценности Но Друзья Я хочу Чтобы вы Не успокаивались Хотя я помню Что Я вот сейчас Когда готовился Пытался анализировать Что Что в меня Вкладывали Я помню Даже как-то Будучи ребенком Еще по-моему Советское время Конец 80-х Начало 90-х Вот Я пошел А нет Наверное уже Перестройка Потому что Очередь была Бабушка пошла С утра в 6 Заняла очередь А я проснулся И в обед пошел Для того чтобы купить Вот Еще подождал Свою очередь Вот И Что произошло Я помню Залез Не в свою очередь Где-то там Распихал Шнырял Залез вперед И купил И довольный Прихожу домой Прихожу домой довольный И рассказываю бабушке Говорю Я всех растолкал И купил И она мне говорит Друзья У меня К бабушке Самое лучшее отношение Я ее люблю Недавно был у нее Вот Ну действительно Она самый добрый человек Которого я знаю И она мне говорит Такую фразу Молодец Если таким будешь Никогда не пропадешь Вот смотрите Что удивительно То есть Самые хорошие люди Самые лучшие Которые Ну я имею ввиду Для нас Которые действительно Нас любят Иногда Говорят неправильно Почему мы знаем Что неправильно Потому что Писание Противоречит Нельзя таким быть Нельзя быть эгоистом Надо думать Об остальных Но человек Который нас воспитывает Мы должны учитывать Что его разум Тоже иногда А если особенно Человек неверующий Сформирован неправильно Соответственно И будет неправильно Его воспитание Других Соответственно Неправильно будет Нашим поведением Я даже знаете Скажу что Сильно не утешались Ваши родители верующие Но вы должны иметь ввиду Что вот это Греховное я Кстати Если будете Подробно эту тему изучать В истории церкви Был такой Фома Аквинский Да Потом эпоха Ренессанса Она как бы вскрыла Что В чем была его ошибка Он сказал Я здесь Вот здесь есть В желаниях Я здесь Вот тут В воле кстати Тоже я Живет Но сказал Вот здесь я нету Человеческое мышление Оно все правильно Надо Ему следовать Но это привело К определенным Большим проблемам В истории И церкви И вообще Будущего Теперь На чем я остановился Мы должны учитывать Что люди Которые нас воспитывают Являются грешниками Они не только Бывают Учат неправильному Они бывают Поступают неправильно А для ребенка Это является еще Большим Примером Когда человек Поступает неправильно Родители Причем Если это Изо дня в день То он Это перенимает Друзья Что Хочу Здесь Сказать Вот я Не так давно Вырос Там недалеко От Барнаула В Алтайском крае Вот там Кстати Эта бабушка моя И живет Там я до пятого Класса учился И вот мне Там Когда Недавно ездил К ней Я спрашиваю Про своих Одноклассников Кто как живет И вот мне Рассказывают Про одну Что живет Плохо С мужем Ссорятся Ребенок Родился Она По моему возрасту Ну и кстати Родственницей Мне доводится Я решил к ней Заехать Со мной была Моя жена Я попросил Благословения Она меня отправила Вот И я к ней Поехал в гости Мы действительно Хорошо поговорили Муж Действительно Она говорит Столько Родители помогли Вставили пластиковые окна Все Жизнь начала устраиваться Он опять напился Все окна поперебил Меня говорит Постоянно мучает И вот В этих переживаниях Знаете Мы с ней так хорошо Пообщались Я ей диск подарил Евангелие подарил Вот А потом я смотрю Ребенок Ребенку по моему 6 или 7 лет И смотрю на воспитание И вот мне Ее жалко Она все равно Она не может Вот Нету Нету понимания Как воспитывать Своего ребенка Все на глазок У него есть все У него есть планшет У него есть компьютер У него автоматы Все есть Там Знаете У него Ей кажется Что так Должно быть Что Вот эта Философия мира Что ребенка Нельзя дисциплинировать Что его нельзя Наказывать Она настолько Прочно села В ее сознание Что растет Второй папаша Точно Такой же вырастет И вот Знаете Мне Просто Забегая вперед Вот опять же На завтрашнюю тему Хочется Просто благодарить Бога всегда Что у нас есть Слово Божие Вот хоть что-то У нас с вами Твердое основание Есть Слово Бога Пребудет вечным Но об этом потом Теперь Друзья Когда Говорим о людях Верующих Нам в принципе Больше надо О них говорить Я еще один пример Поведу Ко мне Как-то в гости Заехала Одна сестра Сестра С платочком Хорошая сестра Вот У нее двое детей Вот Но что мне не понравилось У этих детей Тоже были автоматы Такие Ну игрушечные Но были Вот они там Перестреливались Я ее спрашиваю Ну Ты действительно считаешь Что такие игрушки Нужны христианским детям И она мне отвечает Я как сейчас помню Молодежь Вот практическая часть Начинается Она мне отвечает Вырастут Сами Разберутся Мы играли Покаялись Крещение Приняли И пускай Они разбираются Сами Зачем Я им буду Навязывать В чем Заблуждение Или не заблуждение Данного вопроса Давайте запишем Книга Второзакония Шестая глава Седьмой стих Ну или давайте Шестое Седьмой Шестое Седьмой И да будут Слова Эти Которые Я заповедую Тебе Сегодня В сердце Твоем И внушай Их детям Твоим И говори О них Сидя в доме Твоем И идя Дорогою Ложась И вставая И навяжи Их Знак На руку Твою И да будет Это не повязкаю Над глазами Твоими И напиши Их на косяках Дома твоего И на воротах Твоих До девятого Прочитал Седьмой стих Конкретно И внушай Их Детям Твоим Внушай Их Детям Твоим То есть Слово Божие Говорит Очень простую вещь Если родители Не займутся тем Чтобы Сознание Ребенка Забивать Просто Не знаю Если можно Такое слово Употреблять По отношению К Библии Библейской Информации Что надо любить Что не надо любить Что можно Что нельзя То эта ниша Никогда Не останется Пустой Потому что Мир сделает Своё дело Он её займёт И он научит Как правильно И нет К сожалению Родители Так сильно Часто любят Своих детей Что не могут Разобраться Что вот здесь Вот в голову Часто лезет Не то что надо И это надо Вытеснять Заменяя Правильной информацией Формируя Правильные желания И правильные чувства И вот он приходит Домой Ему хочется Как у всех Об этом мы дальше Поговорим Когда общество Влияет И родители Не могут Сказать нет Друзья По сути Для этого Но это может Больше для семейного Церковь Она для того И нужна Для того Чтобы родителей Снаряжать Правильной информацией Для этого Служителя В церкви есть И для того Что дети Воспитывались В учении И наставлении Господнем Это первое Следующее Друзья Второе Давайте пометим Второе Это общество Но здесь Наверное Самое Самое большое То с чего я начал Христос Переживает За своих учеников Что теперь Они пойдут в мир Мы переживаем Когда отправляем Детей В школу Апостол Павел Послание римлянам Тоже говорит Что как они Не заботились Иметь Бога Где Предал их Бог Превратному уму То есть он По сути Что сделал Он разрешил Сатане Делать свое дело А сам Перестал действовать Ну не знаю Правильно ли так сказать И Предал Бог Превратному уму Делать непотребство Здесь у них Сразу проснулась Греховная я Все надавила на волю И Павел говорит Получая в своих телах Должное воздаяние Друзья Общество В котором мы Воспитываемся Или вообще Крутимся Людей неверующих Наверное Кто на Севастопольской Слышали Оксан Николаевич Знакомился С этими социальными Экспериментами Которые люди проводят В отношении того Когда Ну Или может смотрели Где-то на ютубе Ставят две пирамидки Черную и белую Вот И Когда все сговорились Что две черные Или две белые Один не знает И на него показывают Как он реагирует Первый Но очевидно Две черные И он в этот момент Раз немножко смутился Второй две черные Третий Две черные Одна черная Другая белая Не все Но многие из них Тоже Были подвержены Этому влиянию Сказали Две черные После этого Ведущий говорит Возьмите пожалуйста Белую Белую Нормальная составляющая Нормальная составляющая То есть Подстраивается И в то же время Это часто работает Работает не так Ну вот помните Когда Соломон Начинает книгу Притч Он пишет об этом Сын мой Если будут склонять Тебя грешники Что Не соглашайся Они тебя позовут Они тебе будут говорить Пойдем Давай сделаем Они будут Будоражить Твое сознание Кстати Сатана-то знает Что я наше Греховное Живем И старается Сюда надавить Давай давай Пойдем Подстережем Непорочного без вины Он говорит Не соглашайся Что делает Соломон Он забивает Опять сюда Свои Библейские гвозди Те которые Основаны На Слове Божьем Зная Бога И зная Слово Божие Друзья Когда мы живем В обществе Вот все манеры Которые В него включается Это поведение Ну допустим Друзья Какой Любой вопрос Вот я не так давно Возвращаюсь с работы Я сейчас продал машину Хожу пешком Получаю удовольствие Вот И с работы Возвращаюсь на автобусе Знаете Это благословение Смотреть Как люди Жне верующие живут И вот Холодно На улице Там На проходной Все стоят Жмутся Друг к другу И Подходит автобус И в этот момент Все кто помоложе Расталкивают Всех Кто постарше Вот Я смотрю Мне просто страшно Вот Они забегают В автобус Садятся Ехать 15 минут С работы До поселка Вот И потом Когда я захожу Знаете Такие довольные Такие вот лица Такое счастье На глазах Улыбка такая Души Растолкал Бабуля Вот Уселся И сидит счастливый Вот Ну Меня подмывает Сказать Что ты улыбаешься Нет Вот есть Ладно Когда сидит И видно Что ерзает Знаете Да Ему неприятно Он вроде сел Ему хорошо Но в то же время В его осознание В детстве Он еще успели вложить Что так нельзя Себя вести Ты молодой человек А у той женщины Два года до пенсии И она весь день Там на мойке проработала Уступи место А он сидит И улыбается Это о чем говорит Общество потихоньку Занимает сознание Люби себя Расталкивай всех И все будет хорошо Вот Друзья Ну а по сути Это библейское Пред лицом седого Вставай Уважай лицо Не пренебрегай лицо Старца Это все написано В священном писании Друзья Когда мы с вами живем Я замечаю Как В обществе Меняются некоторые Стереотипы Когда все становится Ради себя Если говорить Про моду Вы знаете Это вообще Отдельная тема Но это тоже Так или иначе Включается сюда Одно меняется Второе приходит На улице мороз Минус 40 Но шапку надо Именно такую Чтобы легенькая была Почему? Потому что все носят И кто-то может Этому противостать Потом плоды будут Менингит и прочее Но человек Который может Не только я свое Зарубить А тот который еще Сознание свое понимает Что не мир должен диктовать Я не так Опять же Прихожу Покупать себе костюм Пиджак надо было И брюки Вот я прихожу И на меня продавщица Пытается одеть то Что я никогда не одену Ну то есть У меня в чувствах Она меня мерит У меня в чувствах Я себя чувствую неуютно Вот И причем здесь Это не вследствие Моего я греховного Вот мне просто Нехорошо в этом костюме Мне его цвет не нравится Фасон и все остальное В желаниях Покупать не хочу И я вижу Она не просто Из какой-то Коммерческой выгоды Она мне вот сюда Забивает Что это мне идет Я думал Ну кто-то из нас Не прав все-таки Или я Или она Ходят Другие покупатели И они представляете К ней подстраиваются И начинает Меня тоже убеждать Что мне этот костюм Надо купить Я ухожу оттуда Быстрее А кстати Знаете Фраза такая Вот Нашел костюм Который мне понравился Померил Она говорит Это говорит Аля дедушка То что вы сейчас Садели А современная молодежь Вот такие покупает Одевайте Я сказал Я не буду это носить И ушел оттуда То есть Понимаете Когда человек Ну это просто Я говорю Это отдельная тема Мне кажется Там у Юдашкина У него давно уже Поплыло все Вы видели Нет Что он рекламирует Ну Мне всегда хочется спросить Ты одень сам То что ты показываешь Но он международные премии получает Мировые Он говорит Он задает Стандарты красоты Причем В любом Кстати Я когда готовился К этой теме Друзья Ну Наверное Порекомендую Есть хорошая книга Фрэнсиса Шефера Как же нам дальше жить И 10 серийный фильм Он снял На эту тему И вот он Подходит К вот этой эпохе Когда В обществе Начался Такой беспорядок Красиво все Что тебе нравится Или в принципе Мир Это хаос Создал его хаос Он возник Сам себе И поэтому Все красиво И в то время Знаете Все это появилось Такая музыка Такая писанина Такие Картины Вы видели Нет Я в эту тему Как-то тоже вник Вот забейте Как-нибудь в интернете Самые дорогие Картины мира Википедия Все Авторитет 15 самых картин На заборе На заборе Повержишь Никто не остановится 250 миллионов долларов И вы понимаете Попробуй скажи Что она некрасивая Это значит Ты Не понимаешь В искусстве Вот шефер Он проследил Все это дело И сказал Откуда Все это пошло Вот И кстати У него получилось И люди Которые Повреждены Они в своем разуме Они говорят нам Что мы повреждены Понимаете Что это красиво Просто мы не догоняем А у них Они увидели Во всем этом красоту Вот в этом отношении Друзья Я еще раз хочу сказать Мы должны понимать Что люди Среди которых Мы вращаемся Кстати говорят Этот черный квадрат Малевича Уже три раза воровали Охрана перерисовывает Каждый раз Но это Это наверное шутка Но надо понимать Что друзья Мир в котором Мы вращаемся Он В большинстве Своем Наполнен людьми Которыми Действительно Апостол Павел Пишет Суета в сознании И все остальное Из этого вытекающее Друзья Отдельная тема Опять же Сюда входит Это Средства массовой информации Ну вы наверное Об этом много слышите Поэтому говорить Сильно не буду В советское время Друзья Вот Здесь присутствует Один из братьев Который мне сказал Он говорит У меня был реальный Вопрос Почему к нам Не едут Почему к нам Не переезжают У нас самая лучшая Страна В то время Когда товарищ Сталин Содержал В различных Лагерях Ну говорят До 15 Миллионов человек До 15 Люди Люди С улыбкой Считали Что у нас Самая лучшая Страна Что у нас Самые лучшие Понятия Самые лучшие Законы И все у нас Правильно Кстати не так давно Южная Корея По-моему Или Северная Не помню Они выпустили Фильм Про жизнь в Америке И кстати Правду показали Они говорят Вы что думаете Там у них Правда хорошо И они показывают Ну такой документальный Они показывают Бомжей Которые идут с тарелками За раздачей еды В нескольких штатах Такие очереди Где их кормят Правду показали И говорят Самая лучшая Страна Это наша А там в Америке Одни бомжи И вот Я просто удивляюсь Как сознание Человека Легко Сформировать За счет Средств Массовой информации Причем Люди Даже неверующие Которые говорят Если вы не хотите Чтобы вашу голову Забивали То пожалуйста Не смотрите телевизор Помните друзья Апостол Павел В Афины приходит И у них там была Такая слабость Он описывает Лука наверное Описывает Он говорит Что афиняне Ни в чем больше Удовольствия не проводили Как что Слушать что-то новое Но у них была проблема Какая Редко заходили новые люди Поэтому все время Приходилось культивировать старое Современное поколение Оно опять же Имея те же корни Афинские Вот эти вот три буквы Я-я-я Оно имеет возможность Постоянно Слушать что-то новое И что делает Забивает свой разум Как раз той суетой И сатана В этом сильно Заинтересован Чувства сразу Эмоции Бывает знаете Обама Путин Там все Наверху На высоте В голове Не остается места Ни для чего полезного Он рассуждает Только об этом О политике Обо всем И знаете Эмоций много А разума мало К сожалению Так бывает Друзья Это Старый метод Вы помните Его еще использовал Авессалон Написано что Там есть такое слово Что он когда вставал У входа в город Вкрадывался В сердца Апостол Павел Потом это же слово Берет и пишет В послании Колоссян Берегитесь Чтобы кто не увлек вас Какими словами Вкрадчивыми По преданию Человеческому По стихиям мира А не по Христу Вот это То же самое слово Вкрадываться И очень хорошо Получается Друзья Какие все-таки Ну так заканчивая Большой такой пункт Но все-таки Хочу здесь Сказать Мир Мир греховный Он часто предлагает То что хочется Еще раз Сатана знает вот это А хочется нам часто Не то что надо Поэтому человек Который владеет Библейской информацией Который Свергнул свое я У которого Христос Он будет понимать Что не все ему надо Слушать Не все смотреть И ограничивать себя И расставлять Приоритеты правильно Скажу что мы Легко Вот эти социальные Эксперименты Они не зря проводятся Они говорят нам о том Что мы легко увлекаемся Мы легко Берем эти стандарты Красоты Они ведь не только О картинах говорят Какие красивые Какие нет Они говорят Какое поведение Красивое Вот я уже сказал Сейчас хожу пешком Идем с женой Пешком на собрание Пять детей с собой ведем И жена мне говорит Там знаете Есть возможность У меня по лесу обойти А есть возможность Через весь поселок пройти Вы бы по какой пошли С пяти детьми Знакомо да Сестры Переживания Вот она говорит Жена моя говорит Охота язык показать Ну что пялитесь Вот оттуда поймают Взглядом Вот так проводят И до последнего Охота по лесу пройти Почему Потому что для всех дико Выходит один мужик Знаете В гараже живет По крайней мере Я себя вижу Мне вроде цивилизованно одет Машина у него хорошая Пластиковыми окнами занимается Но я ухожу на работу Пол седьмого Гараж открытый Возвращаюсь в гараж открытый И он выходит Ну правда меня не было Жена шла одна с детьми Вот с гаража И что Все твои? Да говорит Все мои Зачем? Умный такой Знаете И вот По сути друзья На что претендует мир Он говорит нам А сколько должно быть И вообще То есть он За этими словами Сказал Надо жить Для Для себя Я жену успокаиваю Знаешь что? Они своих поубивали Их совесть мучает И в принципе Бог заложил Совесть Хороший инструмент Как ту собаку Которую прибил бы С удовольствием Но нельзя Она будет гавкать Соседская Потому что И постоянно Будет тревожить И тут идем мы Понимаете? Нет У нас одни стандарты Библейские Что надо жить Не для себя А у этого человека Другие И здесь Ступаем в конфликт Ему хочется Чтобы мы ходили По лесу Нет дорогая Ходить будем Посреди поселка Пусть смотрят Вот так Друзья Ну и это не единственный вопрос Конечно Вопрос культуры Это Туда включается все Ну просто мы должны понимать Стихотворения Которые читаем Музыку Которую Даже при всем уважении К русским классикам Любви к их Произведениям Друзья Мы должны понимать Что люди Которые все это пишут Составляют Они отравлены Врожденным эгоизмом И зачастую Их сознание Не сформировано Библейским мышлением Поэтому Когда вы будете Брать книгу Кстати Можно я здесь еще Оговорочку сделаю Даже христианских авторов Всегда надо понимать Куда клонит человек Образ его мыслей И все остальное Решили вы Хорошую книгу Рика Оррена почитать Не буду рекламировать Друзья Но имейте ввиду Что человек Открыто Пропагандирует Однополые браки А книги пишет Неплохие Захотели там Знаете Вышел Фильм Страсти Христовы Все христианское Сообщество Просто В восторге Мел Гибсон Наконец-то Что-то там Получилось Отобразить у него Только его говорят Не так давно Остановили пьяного За рулем И он отматерил Всех этих там Своих Полицейских На чем свет стоит То есть Хотя бы Разбираться В авторитетности Третье Друзья Пишем Наука Не знаю Мне кажется Один из мощнейших Инструментов Влияния этого мира На наше сознание У кого высшее образование Ну-ка Или учится Кто в институте Еще тоже поднимаете Наверное половина Да Интересно Не так давно В Америке Публиковали Ну статью Там один из Авторов Он о чем Попереживал Он взял Соединенные Штаты Разделил их Там На все эти Штаты Какие есть И раскрасил их Разными цветами Где Республиканцы А где демократы Как Всем известно Демократы Это либералы Республиканцы Это консерваторы И он посмотрел Говорит Смотрите У консерваторов По 8 По 10 детей У нас У либералов Ну в лучшем случае 1-2 Ну соответственно Либеральное Это Жить для себя Да И он говорит Если так дальше пойдет Их дети вырастут Их будет больше Они проголосуют И придут К власти Консерваторы Что делать Эту статью Прочитал профессор Одного из университетов Билл Савич Его звали Штат Иллинойс И он пишет Ему такое открытое письмо Дорогой Не переживай Придет время Говорит Дети консерваторов Воспитанные в семьях Подрастут И прямо он В юмористическом Таком стиле Пишет все это И их родители Они сами привезут Мне их на обучение И будь уверен Что уже после Первого года обучения Они станут Либералами Как ни странно Друзья Эта схема Действительно работает Я просто поверить Не мог Но не знаю Правда До сих пор не верю 90% христианских детей После первого года В христианской стране В Америке Заявляют о том Что не верят в Бога 90% детей Вот эта система Друзья К сожалению Часто В большинстве Ну опять же Если верить исследованиям 90% людей Которые находятся Там В системе образования Это тоже люди Не верующие А значит Вот это вот дело У них Сидит На троне И надо Это понимать Я Тоже учусь На заводчинном отделении В институте У меня Прошлый семестр Была физика И вот выходит Один такой любопытный Дяденька Физик Благородный Простой До ужаса Я таких физиков Еще не встречал Ну он сначала Представляет себя Забыл как фамилия Представляет себя И вот он говорит Там научные труды У него уже есть Он уже книги пишет И потом Даже говорит Был такой момент Когда его труды Опубликовали Он сам не знал Он начал опять копать Информацию И в общем Его включили Говорит В 15 тысяч Физиков планеты Самых лучших То есть По сути Говорит Мы Сливки Нашего общества И он начинает Лекцию Знаете с чего Полчаса Он разбивает Религию В пух и прах Вы говорит Читали Еву Бог сотворил Из ребра Адама И начинает Хохотать Во весь голос И потом Несколько Таких моментов И он говорит Ребята Наука Все Полчаса Потом Правда Приступил Лекцию Провел Интереснейшим Образом Всем понравилось Даже заочником Сидели Конспектировали Приходим На следующую Лекцию То же самое Полчаса В пух и прах Религию Разносит Потом Начинает Приступать Я понял Это целая Методика Я на следующий Год Когда приехал Физику Уже другой Преподаватель Я ее спрашиваю А где тот Веселый Дяденька Она говорит Да вы что Он умный Он уже дальше Пошел То есть Получил И куда то Его забрали Что Мне показалось Друзья В данном случае Интересно Если кто Помнит Эту историю Эпоха Ренессанса Возрождение А потом Эпоха Просвещения Но если Эпоха Возрождения Она больше Поставила В центр Человека Еще раз Говорю Что разум Поставили Превыше Всего То Эпоха Просвещения В частности Кто он там Система Координат Декарт Он заявил Как раз Вот эта фраза Первая его Я мыслю Значит Я что Существую Все То есть Если что-то Нельзя доказать То в принципе Вообще Он сказал Я имею право Во всем Надо сомневаться Кстати Мне показалось Интересным Он никогда Не отвергал Бога Он даже пытался Доказать его Существование Научно В чем ошибочность Данного мышления Но в принципе Оттуда пошло Он серьезно Подмыл Поклонение Богу Очень серьезно Атеизм Возрос Ну а потом Это переросло Там и Дарвин И прочее Друзья И люди Прослеживают И кстати Фрэнсис Шефер Он пишет Как эта мысль Нацизма Она взялась Оттуда Если выживает Сильнейший Если случайность Если доказать Нельзя Что Бог Есть То соответственно Мы так Должны жить Если человеку Объяснили Что он От обезьяны То он будет Вести себя Как обезьяна В чем Друзья Здесь Вы кстати Впадали Такое искушение Ну я часто Слышу Даже в проповедях Братьях Не так давно Раскопали Город Иерихо Библейская информация Подтвердилась Стены там были Там упали Вовнутрь Оказывается Потом ковчег Нашли Потом колесо Нашли Где там Переходили Израильтяне Потом Что там еще Нашли Слава Богу Мы Моисея Не нашли Адаму Сева И восторги Все Кровь Христа Нашли Да Там стекало С Голгоф И куда-то Мне кажется Бред Просто Реальный Но христиане Настолько Радостные Такие Наконец-то Наука Доказала Что Библия Права Наконец-то Как будто бы Больше верующих Людей От этого Стало Вот Понимаете Друзья Подход К Слову Божьему Он просто Принципиально Отличается Вот Можно я тут Попробую Библию Нарисовать Человек Который К Богу Приходит Послание Вреям Надо Чтобы Приходящий К Богу Веровал Что Он Есть Все Но не Занимается Библией Никакими Доказательствами Вначале Сотворил Бог Небо И землю Откуда Бог Как Он Сотворил Веришь Или Не веришь И все И не И не Надо Ничего Доказывать Вот Вот Принципиально Разный Подход Наука Она Будет Вам Все Доказать Человек Верующий Он Или Верит Или Не Верит Тому Что Написал Бог От Этого Будет Формировать Свою Убеждение Поэтому Здесь Такой Достаточно Мощный Инструмент Есть Но Все-таки Нам Важно Понимать Что Через Этот Инструмент Люди Достигают Своего Последнее Друзья Уже Тороплюсь Надо Заканчивать Последнее Это Область Четвертая Наши Чувства Мы Уже Про Немножко Поговорили Но Все-таки В Эпоху Постмодерна Это Стало Занимать Сегодня Центральное Место Я По-моему Просто Ужас Меня Объял У кого-то Из вас Статусов Прочитал Не Осуждай Себя Ни за Что Если В этот Момент Тебе Было Хорошо Кстати Друзья Сегодняшнюю Практическую Часть Мы Знаете Как Построили Я Взял Выписал Все Статусы Которые Молодежь Себе Ставит Ну И Некоторые Еще С интернета Добавил Великие Как Там Называется Этот Сайт Великие Цитаты Великих Людей Вот И Повыписывал А вы Сегодня Будете Разбирать После Собрания На основании Священного Писания В чем Ошибочность Мышления Да Вообще Как Люди Говорят Все Сегодня Важно Что ты Чувствуешь Но Единственное Правда Ограничено Ты Не Должен Мешать Другим Нравится Тебе Кидаться Тортами Кидайтесь Если Вам Это Нравится Нравится Тебе Живи Главное Чтобы Ты Не Приносил Другому Вреда То есть Они Отвергают Все Разум Вот Тебе Хорошо Делай Живи Вот Так Как Тебе Хорошо И Во что Превращается Друзья Уже В христианских Семьях Я Захожу В одну Семью Там Кстати Молодежи Две Сестры В молодежи Они Не пускают Све В комнату Знаете Почему Там Постель Не заправляли Последние Несколько Месяцев Ну Караул Я маму Спрашиваю А что Если Заставить Навести Там Порядок Им же Замуж Надо Будет Выходить Они Сказали Это Наша Комната И Мне Так Хорошо Вы Понимаете Нет Человек Живет В центр Поставил Уже Даже Не разум Как В некоторой Эпохе Он Просто В центр Вселенной Поставил Свои Чувства И пусть У него Там Уже Не Комната Оберлога Пусть Он Ходит Там Не Знаю Как Бомж Ему Это Нравится И Вообще Друзья Он Не Понимает Что Философия Мира Надавила Его На Его Разум Он Придет Еще Будет Заявлять Мам Хочу Такие Джинсы Какие Чтобы Бесело Все До Пола Как У всех И Мама Скажет Ну Ладно Если Тебе Это Нравится Я Тебе Куплю Хочу Так Чтобы Одел Все Обтянуто Было В лосинах Хоть и Джинсы Называются Вот Это Красиво Понимаете Не Понимая Откуда Кто Ему Забил Эти Стандарты Красоты В разум Друзья Но У него Есть Такой Очень Мощный Аргумент Ему Так Хорошо Один Из Братьев Служителей Рассказывал Он Как Мне Везет На бомжей Просто Как Возвращаясь Домой Но Около Колонки Стоит Воду Набирает Проехал Мимо Мысля Такая Проскользнула Домой Забрать Его К себе Домой Приехал Жене Говорю Слушай Бомж Был Хотел Забрать Ну А жена Говорит Надо было Забрать Служитель Брат Надо было Забрать Раз Хотел Забрать Ну Давай Съезжу Если Там Еще То Я Его Заберу Говорит Еду И думаю Хоть бы Ушел Вот И я Говорит В течение Нескольких Месяцев Отмываем Кормим Одежду Ему Покупаем Документы Говорит Все ему Восстанавливаем И устраиваем Его к себе На работу И вот Проходит По-моему Три месяца Три месяца Проходит И он Говорит Слушай Ну Все Давай У тебя Работа Есть Документы Есть Ты теперь Можешь Жить Сам Снимать Квартиру Ну То есть От нас Можешь Уезжать И он Говорит Ты знаешь Я тебе Очень Благодарен Но Говорит От жизни В вашей Доме Я Так Устал И Возвращается К тому Как Жил Ему Так Хорошо Друзья Это Не Выдуманный Факт Я знаю Действительно Братьев Которые Только Этими Людьми Занимают Они Говорят Что В большинстве Случа Человек Возвращается К тому Как Ему Хорошо Часто Его Этому Научили Поэтому Давайте Наверное Буду Все-таки Заканчивать Тема Настолько Обширная Что Можно Не Закончить Христос Когда Молился О своих Учениках Там Есть Еще Такие Слова Я Прочитаю И мы С вами Помолимся Евангелие От Иоанна 17 Глава 8 Сначала Стих Прочитаем Ибо Слова Которые Ты дал Мне Я Передал Им И они Приняли И уразумели Истинно Что Я Ишел От Тебя И Уверовали Что Ты Послал Меня Еще Раз Уверовали Что Ты Послал Меня И Слова Которые Ты Мне Дал Я Им Передал Друзья Он Не Только За Них Молился Он Сильно Позаботился О том Чтобы В их Жизни Был Авторитет Отца Своего Он Постоянно Говорил Об Отце И Постоянно Говорил О Слове Божьем И Поэтому Когда Эти Две Системы Столкнулись Библейская С мирской Ученики Выдержали И Они Остались На Позициях Слова Божьего Ну И Так Дальше Друзья Это Больше Завтрашняя Тема Но Я Просто Хочу Предупредить Что Мы Не Просто Живем Друзья Мы С вами Христиане Не Просто Живем Мы Говорим Людям Как Правильно Жить А Это Им Сильно Не Нравится Мы Говорим Что Не Надо Ставить Яна С первого Места Ни Разум Ни Желание Слово Божье И Человек Друзья Который Живет Вот Так Который Под давлением Священного Писания Вот Хорошо Себе Голову Наполняет Вот Этим Первый Псалом Во всем Что Он Не Делает Будет Иметь Успех Будет Иметь Что Даже В семье Друзья От Хороших Людей Мы Получаем Нехорошую Информацию Бывает Такое Даже Говоря О Церкви Друзья О Самых Хороших Людях Скажу Перенимая Часто Хорошее Можем Перенять Плохое А Уже Общество Наука И Наши Чувства Это Источники Которые Часто Нас Обманывают Поэтому Христос Молился И Говорил Очень Важные Слова Я Их Наставил Слово Божие У них Есть Авторитет Отца И Поэтому Они Могут Жить В мире Но Совсем По Другим Ценностям Чтобы Нас Бог Так Жен Сохранил Давайте Об этом Встанем И Помолимся Аминь